За 15 лет на посту главы Чечни Рамзан Кадыров превратил страну в личную водчину, естественно, с разрешения Кремля. Ведь для Путина он верный союзник, как и его отец Ахмат Кадыров, который перешел на сторону Москвы во время Второй Чеченской войны. Как думает Путин, он рассматривает Кадырова как главную гарантию того, что Чечня будет относительно стабильна и относительно лояльна Москве и ему лично. Вторая причина заключается в том, что Кадыров рассматривается как важный союзник Путина и Золотова, Золотов – это начальник Росгвардии, в случае каких-то внутренних процессов, внутренней нестабильности в Российской Федерации, в том случае, например, если в России вспыхнет какое-то оппозиционное движение. Личную преданность Кадырова и умение расправляться с неугодными Путин уже проверял. Существует достаточно обоснованная версия о том, что убийство Немцова было организовано именно Кадыровым по поручению Золотова и с разрешения Путина. Вот это достаточно известный и достаточно доказанный факт. По услуге и оплата Кадыров публично заявил, что в этом году Кремль потратил на Чечню 300 миллиардов рублей, хотя в официальном отчете российского Минфина сумма в 10 раз меньше. Но и этих денег, очевидно, Кадырову недостаточно. Приходится добирать у своих же соотечественников. Кремль полностью финансирует Кадырова. И что это за финансирование? Это разрешение на то, чтобы Кадыров грабил чеченский народ. Чтобы он обирал чеченский народ. Допустим, большинство бюджетников обязаны выплачивать 10-15% с каждой зарплаты фонд Ахмата Кадырова. С этих денег Кадыров живет, он гуляет. А еще Кадыров требует откаты от бизнеса и крышует криминалитет. Свою любовь к деньгам Кадыров не скрывает. Дворец за 10 миллионов рублей в Грозном, элитная конюшня с лошадьми-чемпионами и дружба с российскими звездами. Только часть кадыровской красивой жизни. Хотя, согласно официальным доходам, позволить себе даже половину этой роскоши он не может. По декларации, в прошлом году он заработал 27 миллионов рублей. А вот приближенные к Кадырову родственники и друзья, которым достались высокие должности в правительстве, зарабатывают побольше. Сестра, допустим, в Москве купила двухэтажный пентхаус за миллион долларов, сестра Кадырова. А ее муж, вице-спикер парламента Чечни, то есть зять Кадырова, не указывал этот пентхаус в своей декларации. На все посты в Чечне назначаются в лучшем случае люди, которым просто преданы, но в худшем просто его родственники. Племянник, например, Кадырова, то есть сын его сестры, был сначала мэром Грозного, потом он стал вице-премьером правительства Чечни. Хорошо спонсирует Кадыровы свою армию боевиков, военное слово которых, правда, ограничивается видео в соцсетях. А вот их жестокость и садизм реально подтверждают чудом выжившие свидетели и из Чечни, и теперь уже из Украины. Количество вооруженных подготовленных бойцов у Кадырова, я уже говорил, ну несколько десятков тысяч, по российским понятиям это немного. И, конечно, он их бережет, и Путин их бережет. Поэтому кадыровцы использовались и используются в Чечне в качестве заградотрядов. Да, они вполне, ну об этом есть сообщение, что они гнали в бой российские, собственно, части сформированные из этнических русских. Поэтому заявление Кадырова о возможном уходе из власти не более, чем пиар и манипуляции. Он любит, когда его упрашивают. Несколько лет назад он даже запустил акцию «Рамза, не уходи!» Везде были эти лозунги, надписи бюджетников. Выгоняли на улицы, заставляли некоторых плакать. Дети плакали, мол, «Рамза, не уходи! Ты там нужен!» и так далее, и так далее. Кадыров очень любит, когда его окружают внимание, заботы, раболепие, раболепствие, так сказать. Поэтому это был обычный пиар-ход. Хотя запасной аэродром Кадыров себе тоже готовит, считают эксперты. Как и все путинское окружение. Как только режим начнет рушиться, вся свита российского диктатора попытается сбежать и устроиться где-то еще. Ксения Барвиненко для телеканала «Фридом». Ксения Барвиненко для телеканала «Фридом».